Дождь настиг. Из Ростова-Великого едем в Переяслав-Залезский. Дождь такой по дороге. С ума сойти. Я моряка. Дождь настиг. Рядом с городом Переяслав-Залезский. Переяслав-Залезский монастырь. Основан был в 1010 году. Это Благовещенская церковь с великолепным резным иконостасом, деревянным. Монастырь был основан сыном Владимира Великого, князем Борисовым. Сюда приезжал Пётр Первый, молодой, когда готовил на Клещеевом озере свои, скажем, молодые кадры для морского дела. И здесь есть ещё Никитский собор, тоже великолепный. И внутри этого собора замечательный иконостас, только теперь кованный. Вот такой удовольствием снег. Производит большое впечатление. Ну и самую восстановленную, роспись новая. А теперь Переяслав-Залезский. Очень много мелких музеев самых разных. Вот, например, тут дом Бериндея, для детей разгуляться можно. Музей утюга, музей чайников, ещё всяких. Ну а это старый, такой, сохранившийся город, где великолепные тоже церкви. И сохранился небольшой такой, такая небольшая церковь. Рядом находились в палате, где родился Александр Невский. Деревянных удар не сохранил, а вот такая церковь чудом уцелела. А за ней вал крепостной. Ну и вот опять дождь пошёл. Сам город тоже был основан Юрием Долгоруким. Мы начинали своё путешествие по Золотому кольцу с города Дмитрово, который был основан Юрием Долгоруким. И заканчиваем Переяслав-Залезским, который также был основан Юрием Долгоруким. Кстати, в своё время этот город был третьим по величине после Киева и Смоленска. Но сейчас это небольшой городок. Ну вот такой вот тоже прелестный. И самое ещё важное здесь Клещеево озеро. Клещеево озеро. Да, такое кругленькое озеро. Клещеево озеро. И церковь сорока учеников. Очень сильный. Это на этом плеще. В озере Пётр Первый. Свою первую злотелью тренировал. После Плещеево озеро строительство кораблей началось в Архангельске, а потом и уже в Петербурге. А всего Переяславлей было на Руси три. Вот Переяслав-Залезский. Это третий город, перенявший славу. Оказывается, так называется. Продолжаем наш путь. Это речка Трубеш. И мы подъезжаем к Горецкому монастырю. Знаменитый Горецкий монастырь. На горе расположен. Женский монастырь. Раньше вначале его называли Успенский монастырь. Потом просто Горецкий. Расположен у тракта, который идёт из Москвы. Сто лет назад, в 1919 году, на территории Горецкого монастыря начал работать Краеведческий музей. Он и сегодня работает. Один из лучших в этом регионе России. Здесь можно увидеть южные парадные ворота, Никольскую церковь, которая расположена над этими воротами. Ну и внутри тоже очень много интересного. Здесь же также имеется памятник неугомонному Юрию Долгорукову. Очень прелестные тропинки, заросший пруд. Такая обветшалость даже позволяет проникнуться стариной и ощутить вот это дыхание времени. Самое крупное здание внутри монастыря – это Успенский собор. Утиглавный. Столетие, пожалуйста. И внутри роскошные интерьеры. Это Анастас, который был собран в Москве резных дел мастером Яковом Ильином Жуковым, которые потом привезли Ярославль в разобранном лице и собрали по чертежам. Также в помещениях очень много картин, других предметов искусства. Ну а сейчас подходим к стене. Вот сейчас за монастырную стена будет. И там такая вот площадка смотровая. Очень живописно. Поднимаемся на крепостную стену для того, чтобы посмотреть со смотровой площадки на переослов Залезки. С по травая. Здесь переослов Залезки на ладони. Очень красиво. Очень красиво. Вдалеке Клещево озеро и монастырь на противоположной стороне. Вот там делаются зелены. Вот они. Вот они. Вот здесь. Вот здесь. Это некорректная панорама. Теперь прогуляемся еще раз по территории. Эти ядра, которые были использованы во время войны с Польшей. Отбивались от поляков в смутное время. Здесь же и пушки прилагаются. Или ядра к ним прилагаются. Или пушки. Вот они тоже на постаментах. И еще раз посмотрим на каменные здания великолепные. И поехали уже домой. Так как дорога дальняя, решили остановиться в Торжке. В гостевом доме. Торжок славится своим золотым шитьем. Золотошвейки, их изделия, славятся на всю Россию. А утром прогуляемся по набережной реки Тверцы. Маленький торговый старинный город Новгородской губернии имеет очень большую и интересную историю. Торжок. Перекресток путей торговых. Маленький город Торжок. Край Новгородской земли, Новгородского княжества всегда был центром торговли между Новгородом и Москвой. Впереди Борисоглебский монастырь и река Тверцар. Итак, наше путешествие подходит к концу. 1600 километров пути и 23 тысячи на все про все. 5 на Дин, 12 на Лосинице и остальное по мелочам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова